всем привет сегодня я вам покажу как я шила для дочки двустороннюю парку из трикотажа такую парку мы планируем носить вместо легкой ветровочки и для этой парке я выбрала два трикотажа первое это футер трех нитка с начесом а вторую сторону я решила сделать из такого интересного футера с лайкрой также подойдет капитоне стега на трикотаж и вообще любой плотный трикотаж я взял снова любимую выкройку свитшота с вточным рукавом сейчас сразу на трикотаже я построю спинку горловину я поднимаю на пол сантиметра в плечевом шве добавляю пол сантиметра в пройме также пол сантиметра а в боковом шве 2 сантиметра по тассе я измерила нужную длину я измеряю от высшей точки плеча и эту мерку откладываю на трикотажа по низу прибавка в боковом шве будут примерно 4 сантиметра и низ изделия я соединяю с низом проймы прибавки на свободу бега не нужно делать обязательно потому что у нас получается изделие типа ветровки куртки и под низ мы сможем одеть например свитшот или толстовку вырезаем деталь спинки у нас должна получиться одна деталь со сгибом далее будем кроить полочку со стороны плечевого шва со стороны проймы и бокового шва делаем точно такие же прибавки как мы делали на спинке а горловину я поднимаю примерно на три сантиметра отмеряем такую же длину изделия строим боковой шов также как вы строили на спинке длина на спинке и полочки будет одинаково можете спинку сделать длиннее по желанию я сделал прямой поэтому уголки я немножечко закругляю и теперь по центру полочки мне нужно сделать прибавку на застежку у меня это снова будут кнопки пластиковая поэтому я от центра полочки откладываю 3 сантиметра и чуть-чуть прямую линию книжу изделия далее выкраиваю два рукава в боковых швах спинки и полочки я добавляла по 2 сантиметра поэтому и здесь на рукаве с обеих сторон я добавляю по 2 сантиметра у меня есть вот такая выкройка капюшона и сейчас свой капюшон я буду кроить по ней и но прежде чем его кроить нужно измерить длину горловины за минусом припуска на плечевом шве далее измеряем длину капюшона вот по этой вот линии и сверяем мерка должна быть у нас одинаковая если горловина меньше чем капюшон то горловину необходимо немножко углубить до этой мерки если же наоборот горловина слишком большая а капюшон маленькие то нужно увеличить капюшон со стороны передней части капюшон идет по игроки вот такой прямой я сама достроила вот такую стоечку высота стойки получается 6 сантиметров а в сторону отложила полтора сантиметра краевом две детали капюшона для второй стороны парке я выкроила точно такие же детали по деталям из футера с начесом и теперь когда мы все детали выкроены можно приступать пошиву сначала я возьму две детали капюшона складываю их лицом к лицу и скалываю булавками по закругленной части стача все детали буду на оверлоке 4 ниточным оверлочным швом иглу для трикотажа для футера с лайкрой иглу номер 80 а для футера трех нитки с начесом иглу номер 90 далее берем спинку и полочки складываем их лицом к лицу совмещаем плечевые срезы скалываем плечевые срезы булавками затем также их стачиваем на оверлоке такую парку вы можете полностью шить на швейной машинке потому что все швы будут спрятаны внутри ключевые швы я за утюжила на сторону спинки теперь в открытую пройму будем втачивать оба рукава сначала прикалываю рукав к пройме булавками затем буду его притачивать на оверлоке строчку буду прокладывать со стороны проймы так легче втачивать рукав в открытую пройму швы я за утюжила на сторону рукава теперь складываю пополам рукав скалываю его булавками складываю лицом к лицу спинку и полочку совмещаю боковой шов и скалываю этот шов булавками швы за утюжила на сторону спинки и теперь нам к горловине нужно пришить капюшон отмечаю середину горловины со стороны спинки и прикалываю капюшон булавками совмещаю середину спинки и шов на капюшоне притачиваю капюшон горловине шов прокладываю со стороны горловины и таким же образом собираю детали второй стороны парке здесь я сделала прорезанные карманы на молнии ссылку на видео как сшить такие карманы я оставлю в описании под этим видео также я наметила линию талии поставила люверс в этом месте у нас будет кулиска и пришила нашивку и теперь две стороны парке нам нужно соединить вместе складываем их лицом к лицу и будем скалывать полностью по всему периметру булавками начну с бортов скалываю один борт далее скалываю между собой два капюшона не забываем смещать все метки совмещаем обе горловины совмещаем швы на капюшоне я сколола между собой две наши парки полностью по всему периметру теперь будем по всему периметру стачивать на белоке в этом месте оставим отверстие через него будем в конце нашу парку выворачивать манжеты складываем пополам и стачиваем их в кольцо две наших парки я сначала вместе на оверлоке теперь вкладываем капюшон вовнутрь и закрепим две горловины между собой я сделаю это на швейной машинке не забываем совместить плечевые швы и осталось приточать манжеты складываем рукава вот таким вот образом если шьем без манжеты просто соединяем два рукава вместе складываем низ рукавов лицом к лицу вот таким вот образом и просто стачиваем по кругу на верлоке или на машинке у меня будут манжеты из рибаны с лайкрой я их сначала в кольцо далее складываю манжету пополам чтобы шов был внутри и я манжету буду вкладывать в рукав шов на манжете совмещаются швом на рукаве и буду притачивать манжету на швейные машинки по кругу при этом манжету нужно растягивать далее я возьму вторую сторону рукава и уже буду прикладывать ее к манжете таким образом у нас манжета получится между двух рукавов вот я притачала манжеты и закрепила две наших парки между собой в плечевых швах закрепила по низу проймы и вот мои рукава видите получились стачанами в кольцо в такое и манжета между двух рукавов и теперь через отверстие которое мы оставили по низу парке парку ворачиваем на лицевую сторону расправляем все уголки отверстие через который парку выворачивали зашиваем вручную потайными стежками утюжим борта утюжим изделия и капюшон и по краю отстрачиваем на машинке низ я отстрочила два сантиметра от края борт и капюшон один сантиметр от края наметила линию для кулиски проложила две параллельные строчки расстояние между ними два сантиметра у нас получилось кулиска для резинки я взяла шляпную резинку отмеряю две длины нашей кулиски отрезаю резинку и теперь эту резинку нужно продеть в кулиску у меня лювер с маленького диаметра ни одна булавка туда не проходит поэтому я взяла шпильку для волос в месте загиба я ее сплющила и с помощью этой шпильки я продела резинку в кулиску на одну сторону теперь я одеваю фиксатор фиксатор должен быть двумя отверстиями девай резинку в одно отверстие затем во вторую на резинку с другой стороны также я одеваю фиксатор и теперь вот эту длинную часть резинки нужно продеть снова через кулиску прицепляю свою шпильку и продеваю в отверстие и продеваю полностью через всю кулиску до второго отверстия на одной стороне у нас получается два хвостика от резинки их сейчас нужно сложить вот так вот вместе и я вручную их сшиваю и заправляю вот этот вот хвостик во внутрь кулиски и вот такая вот у нас получается резиночка на кулиске на фиксаторах можно в кулиску просто вставить шнурок на борта я установила пластиковые кнопки про них я уже много раз рассказывала и ссылку на видео где я подробно рассказываю про эти кнопки я оставлю в описании в этот раз дочка согласилась померить обновку и посмотрите как она и радуется многие жалуются что такие пластиковые кнопки тугие но посмотрите с какой легкостью тасси сама расстегивает куртку если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал а также не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео пока пока